13 августа 1942 года два юных партизана лежали в засаде на обочине. Их задачей было посчитать подкрепление, которое немцы перебрасывали на важный участок фронта. Внезапно из поворота выехал шикарный легковой автомобиль, явно предназначенный для чинов не ниже генерала. И что удивительно, без машины сопровождения упустить такую добычу юные разведчики не могли. Под колеса летит граната. Взрыв! Машина переворачивается и улетает в кювет. Из горящего салона с трудом выбирается крепкий мужчина в шинели, прижимая к себе портфель, и бежит в сторону леса. Еще два человека остаются у горящей машины прикрывать бегство. В ходе короткой перестрелки партизаны уничтожают группу прикрытия. Однако важная птица уже на самой опушке леса. Понимая, что догнать немца уже маловероятно, а искать беглеца в лесу затеи крайне рисковые, наш герой скидывает автомат. Короткая очередь и тело падает на опушке леса. Так был убит генерал-майор Вермхта Ричард Вирц. В портфеле оказались черчежи новейшей немецкой машины и схемы постановки минных полей. А наш герой был в первый раз представлен к званию Героя Советского Союза. Кстати, за этот подвиг звание Героя Лене Голикову так и не дали. Кто-то в высоких кабинетах решил, что без жирного генерала за один портфель давать героя будет слишком жирно. Леню наградили Орденом Отечественной войны первой степени. Однако давайте начнем по порядку. В партизаны Леня Голиков пошел осознанно. Насмотревшись на поведение немцев на оккупированных территориях, уже после того, как его родная деревня была освобождена, из людей, имеющих опыт подпольной работы, набрался диверсионный истребительный отряд для действия в глубоком тылу противника. Сначала Леню не хотели брать из-за слишком юного возраста. На тот момент ему не исполнилось еще и 16 лет, но за него поручился школьный учитель, который уже был зачислен в отряд. И Голиков был зачислен в 67-й отряд 4-й Ленинградской партизанской бригады. Первую награду, медаль за отвагу, Леня Голиков получил уже через месяц после начала боевых действий. Леня участвовал в 27 боевых операциях, особо отличился при разгроме немецких гарнизонов в деревнях Опросова, Сосницы и Север. Всего им лично и при его участии уничтожено 78 солдат и офицеров противника, 2 железнодорожных и 12 автомобильных мостов, 2 продовольственных фуражных складов и 10 автомобилей с боеприпасами. Также он сопровождал продуктовый обоз в блокадный Ленинград. 24 января 1943 года группа партизан в составе 20 человек вошла в деревню Острые Луки. Через час деревня была окружена полицаями и егерями ягод команды литовского батальона СС. Бой продолжался несколько часов. Уйти смогли только двое партизан. Леня Голиков в том бою погиб. После освобождения деревни Острые Луки следствие установило, что партизан выдал предатель из числа местных жителей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года Леониду Голикову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Да, к сожалению, такое звание получает большинство посмертно. Все на сегодня, друзья. Лайкаем, подписываемся. До скорой встречи!